Уважаемые коллеги, ну вот, Третья Минник, как говорит сегодня. Я хотел остановиться на именно летающих тарелках, и я скажу почему. Значит, летающие тарелки встречаются, есть 12 тысяч лет назад, аппарат так его определили, что 12 тысяч лет назад. Ну, в шведских летописях это 2000 лет до нашей, там даже рисунки есть, что это такое летающие тарелки. Серьезно, руководство страны Советского Союза обратило внимание после войны. К Сталину во время войны приходило очень много сообщений о появлении над районами военных действий, от пульска и другие, ну и прочее, значит, летающие тарелки. И он вызвал Королева Сергея Павловича, вот здесь вот рядом его дом, Королев Павлович, Сергей Павлович, академик, будущий основоположник практической космонавтики. В то время, вот только образовалась НИИ-88, и вот он поручил Сталину, Сталину поручил Королеву разобраться, а не являются эти аппараты оружием потенциального агрессора. Ну, откуда я это знаю, значит, в таких данных не опубликовалось ранее. Я окончил двигательный форум, факультет авиационных двигателей Московского авиационного института, и меня распределили на энергию, РКК-энергия, которая как раз восприняла до этого почтового ящика, до этого, значит, то самое НИИ-88. И там сохранились люди, которые работали над вот этой вот информацией, поступающей. Люди рассказывали мне, что было две тысячи отчетов. Отчеты очень такие серьезные от военно-начальников, от руководства военной авиации, от руководства гражданской авиации. То есть это были, ну, абсолютные источники. Нельзя было никак сказать, что нет этого, понимаете, недостоянного. И вот эти люди, значит, было два книжных шкафа, стояли они в первом отделе, вот. И, ну, это был 47-й год, где-то вот, такого уровня информации. И вот они были тщательнейшим образом изучены. Ну, Королёв понимал, он до этого 10 лет сидел в тюрьме, что Сталину надо докладывать информацию абсолютно, ну, понимаете, реально и точно. И он докладывал Сталину, что нет, не являются оружием потенциального агрессора, потому что есть, ну, форма ведения военных действий и разведывательных действий во всех странах с военной точки зрения. Действие летающих тарелок не, как бы, отвечало ни одному из этих двух направлений. В это же время в штате Невада была создана зона 51, здесь сегодня говорилось, куда стали стаскивать летающие тарелки со всего мира. Ну, я там не был человеком, ну, говорят, что 8 этажей вниз, 8 вверх, огромная территория, и туда эти тарелки стаскиваются всего мира. Зачем это делается? Что? Конечно, главное – это энергетика летающей тарелки. И особенно это важно, сегодня, при приближении, ну, энергетического кризиса, подсчитывают, что, да, академич Ксигов давал статью такую, что к 60-му году углеводородов не будет. То есть, а интенсивный рост цены на бензин, это мы видим каждый день. И если не найдутся альтернативные способы, ну, обязательно их надо найти. Это космические солнечные электростанции, которые японцы приняли императорскую программу. Это империя, япония. И они приняли императорскую программу по созданию космических солнечных электростанций. Императорская программа – это очень редко в Японии, статус такой. Это значит, ну, надо сделать любое ценовое, любое финансированное, любые специалисты сделать. Ну, страна – маленькая территория, много народу, никуда не денешься. Это что касается солнечных электростанций. Но это энергетика. А американцы, когда стали рассматривать летающие тарелки, в них не находили, ну, понимаете, вот мы в самолетах имеем турбины, двигатели внутреннего сгорания, жидкостные ракетные двигатели, ядерные реакторы, ничего этого в тарелках не было. То есть был какой-то способ организации движения, черпающий элергии из вагона. Ну, а этот способ мог дать весь транспорт, это самолеты, подботные лодки, авианосцы, поезда, машины, перевести на вот эту вот энергию из вакуума. Поэтому исследования были засекречены, засекречены, привлечено очень много институтов, университетов к этому. А в СМИ создаваться, понимаете, идеологические войны, есть такое название. К сожалению, очень многие из нас стали их жертвами, но не здесь находящихся. Сейчас, Виталий Михайлович, прошу прощения, собралась группа китайских делегатов, просят по присутствию при подписании соглашения между китайской провинцией и нашим российским координатором по инновациям. Кто утомился, может и перерыв, в принципе, наше выступление здесь закончим. Виталий Михайлович, извините, что прервали, но вот большое спасибо. Значит, основное, энергетика, дорогие друзья, энергетика, и как мы это применим на неразрушающие способы жизнедеятельности. Вот ключевой момент.